Привет! Картина, которую мы сегодня рассмотрим, повествует о жутких титанах-людоедах, которые открыли на человечество настоящую охоту. Монстры заставили слабых жителей спрятаться за высотными стенами и не проявляли себя сто лет. За это время жителям огромной крепости угроза стала казаться иллюзорной. В один момент титаны самым страшным образом напомнили о себе. Сломали фрагмент ограждения, ворвались в поселение и съели множество горожан. Однако среди выживших нашлись те, кто готов бороться. Фильм открывает краткая предыстория мира. На земле неожиданно появились громадные титаны, человекоподобные твари без половых признаков и со страшной ухмылкой на одутловатых лицах. Монстры начали свой страшный поход по земле людей. Они поглотили большую часть человечества. Чудище могли бы довести свое дело до конца, но выжившие нашли выход. Они построили три огромные кольца стен, оградив значительную площадь, и наладили за ними быт. Уже сто лет от титанов ничего не было слышно, поэтому человечество перестало верить в реальность угрозы. Следующая сцена переносит нас в рабочий район, где один из главных героев, подросток Армин, выслушивает от родителей, как его друга Эрона снова уволили с работы. Эрона выгнали? А, вечно так с ним. Мальчик бежит искать своего товарища, а напоследок отец говорит ему, что для Эрона у него работы нет. Город вокруг малоэтажный и напоминает 19 век с редкими вкраплениями технологий, вроде автоматических повозок и механизмов. Неожиданно Армин окликает ребенок и говорит, что издающая писк штуковина, которую Армин создал, сломалась и заклинила. Парень забирает ее и обещает починить. По пути за город герой на бегу толкает странного мужчину, лицо которого скрыто старым капюшоном из ткани. Затем он забирает с работы свою лучшую подругу Микасу и продолжает поиски Эрона. Трое друзей воссоединились на зеленых полях, рядом со старой, не разорвавшейся ракетой. Правда антураж и саундтрек в этом эпизоде напоминают скорее Шир из трилогии по мотивам книг Толкиена. Эрон стоит на вершине бомбы и многозначительно смотрит вдаль, на стену, возвышающаяся кажется до самого неба. Эрон смело проводит время на снаряде и даже бьет его ногой, отчего его спутники невольно съеживаются. Однако очередная попытка покрасоваться стремительно отправляет мальчика на землю. Подросток скатывается с ракеты прямо к своим друзьям. Микаса тут же бросается к Эрону, а тот встает и говорит, что ему надоело прятаться за стенами, не зная, что происходит за ними. Он говорит, что лучше бы эта ракета взорвалась и унесла все за собой, чем жить такую жизнь, которая отведена обитателям огромной крепости. Также Эрон рассказывает, что сам ушел с очередной работы. Армин и Микаса пытаются узнать у товарища, чем он хочет заниматься по жизни, кем он себя видит в будущем. После этого Армин показывает Эрону собранный им механизм на батарейках, который забрал на ремонту своего маленького друга, как бы демонстрируя, каким видит свое призвание в этом мире. Когда черед отвечать на вопрос доходит до Микасы, та теряется. Эрон говорит ей, что хочет многое увидеть. Дома богачей, скрывающиеся за внутренней стеной, внешнюю стену и то, что находится за ней. В выступлении от осознания, что всю жизнь ему возможно придется провести за стеной, герой с силой бьет ногой ракету, с которой недавно неловко спустился. В этот момент от нее отваливается сухая земля, а на металле проступает изображение женщины в купальнике, рядом с которой нарисован океан. Подростки даже до конца не уверены, что такой большой водоем где-то существует. Микаса задумчиво глядит на пролетающую птицу и риторически интересуется, видела ли та океан. Эрон зовет друзей за собой и приводит их к лагерю охраны, за которым находится сетчатый забор и, собственно, внешняя стена. Аккуратно маневрируя между руинами, ребята минуют зону видимости военных и выходят к ограде. Эрон сразу находит в нем дыру и друзья пролезают к самой стене. Как только подростки подошли к стене, та открылась им в своем брутальном великолепии. На верхней части ограждения нашел последнее пристанище сбитый вертолет. Трое друзей никогда не видели стену так близко. В один момент Микаса начинает кашлять и Эрон дарит ей свой шарф. Он говорит, что титанов давно нет, что все это выдумки. Но Армин напоминает ему, что согласно рассказам, снаружи давным-давно взорвалась бомба, сделавшая невозможным выживание людей снаружи. Там остались одни титаны. Эрон с недоверием выслушивает друга. Незаметно к подросткам подходит охрана. Они пытаются схватить нарушителей, но Эрон вступает с солдатами в бой. Его хотят казнить на месте. Однако схватку прерывает взрослый вояка, старик Соуда, капитан местного гарнизона и бывшей возлюбленной мамы Эрона. Он отпускает своих подчиненных и говорит, что разберется с детьми сам. Вместо наказания Соуда предлагает главному герою вступить в разведывательный корпус. По его словам, совет уже одобрил инициативу и в этом направлении ведется активная работа. Однако до того, как подросток успевает дать ответ, стена начинает сотрясаться под ударами противника с другой стороны. Вдруг над ней показывается огромная и искаженная гримасой ярости голова. Тело титана дымится, он яростно ломится в поселение и пытается сломать преграду. Долгое время Соуда и подростки стоят на месте и отказываются поверить своим глазам. Солдаты не понимают, что делать. Тем временем в стене появляется огромная дыра, а над головами жителей крепости начинают летать камни. Гарнизон разворачивает свои пушки к источнику шума, в пробоине появляются одутловатые лица гигантских уродливых существ. Так нас впервые знакомят с рядовыми титанами. Они ухмыляются, встают в строй и начинают движение на город людей. Некоторые особи медленно идут, другие, поменьше, ползут и бегут на четвереньках. Звучит первый залп из пушек, ядра долетают до своих целей. Солдаты радуются успеху, но он длится недолго. Раненные чудовища быстро поднимаются и регенерируют, продолжая свое движение. Эрен говорит, что в легендах титаны изображались бессмертными и, судя по всему, это правда. Когда первые монстры достигают людей, они начинают свое мерзкое пиршество, заглатывая в рот кричащих солдат. Летящие вниз останки подбирают титаны поменьше. Начинается паника. Гиганты наступают, уничтожая все на своем пути и беспорядочно пожирая тех, кто попадется им под руку. Подростки начинают бегство вглубь поселения. Они добираются до жилых районов одновременно с титанами и под непрекращающимся камнепадом. Чудища достают людей отовсюду. Спрятаться от них практически невозможно. В один момент они добираются и до отца Армина. Его съедают на глазах друзей. Титаны хватают людей из толпы и сразу же с довольным гыгыканьем поедают. Выглядит все очень зловеще. Толпа устремляется к деревянному собору с мощными дверями. В панике люди падают в грязь. Часто их затаптывают бегущие. Достается даже женщинам и детям. Мать, не способная бежать, пытается скрыть своего ребенка. Ее под руки хватает Эрон и уводит в укрытие. В спешке девушка не успевает забрать младенца и разделяется с ним. Микаса выбегает из толпы и закрывает плачущего малыша своим телом. Ей не дают подняться на ноги, а Эрона и Армина поток людей уносит за двери. Девушка остается снаружи. Неожиданно находящиеся в укрытии люди решают закрыть проход. Они боятся, что титаны подошли слишком близко и отказываются впускать собственных собратьев по несчастью. Когда к Микасе приближается чудище, все люди резко отпрыгивают от двери, из-за которой наблюдали за происходящим. Ее судьба остается неизвестной. На короткий миг внутри собора воцаряется тишина, и Эрон решает выбежать наружу, чтобы спасти свою возлюбленную, но не находит ее. Дверь убежища за ним стремительно закрывают. Однако люди недооценили монстров, потому что те собрались с целой толпой и спокойно сняли крышу укрытия, как крышку от консервной банки. Закрытые двери мешают жителям покинуть собор, и они погибают один за одним под натиском чудищ. Эрон, не способный как-то помочь, хромая удаляется вглубь разрушенного города внутри крепости. Сюжет продолжается два года спустя. Нам показывают тренировочный лагерь разведывательного корпуса, где новобранцев, в числе которых Эрон и Армен, готовят для вылазки между второй и внешней стенами, чтобы уничтожить всех титанов, которые успели туда пробраться, и вернуть себе плодородные земли. К этому моменту в поселении все острее становится вопрос перенаселения и нарастающей угрозы голода. Командует новым воинским подразделением капитан Ханджи, бесстрашная исследовательница, повернутая на титанах. Она произносит вдохновляющую речь и пытается продемонстрировать возможности нового средства перемещения – УПМ. Аббревиатура расшифровывается как «Устройство пространственного маневрирования». Однако вместо этого нелепо притягивает к себе висевшее неподалеку знамя. Она говорит, что корпусу предстоит экспедиция, в ходе которой разведчики должны встретиться с Шикишимой и его командой. Когда имя опытного воина звучит в толпе, тут же начинают раздаваться одобрительные возгласы. Шикишима – легендарный боец, который готовил плацдарм для будущего наступления на чудищ и ушел далеко вглубь пространства, захваченного ими. Встреча должна произойти в районе Манзен на закате, где и находится дыра. Ночью титаны плохо видят и обычно спят, поэтому их можно застать врасплох. Таков план командующего гарнизоном. Солдаты напоследок подходят к сетчатому забору и прощаются с родными, которые остаются в безопасности. У кого-то по ту сторону ребенок, у кого-то родители. Эрон отрешенно наблюдает за трогательной сценой и отправляется в расположение. Он догоняет плачущего Армина и говорит ему, что их больше некому ждать. Так мы узнаем, что Эрон – сирота. В этот момент к забору подходит маленькая девочка и дарит свою игрушку Армину. Следующий эпизод переносит нас в столовую, где разведчики едят и готовятся к выходу. Эрон и Армен встречают Соуду. Он спился и стал поваром на кухне. Старик радуется, когда встречает знакомых живыми. Он дает друзьям напутствие и узнает от них о пропаже Микасы. Эрон винит во всем себя и клянется отомстить. Соуда рассказывает, что в нападении монстров потерял жену и ребенка. После этого нас знакомят со следующей героиней картины. Сашей. Эта субтильная, но весьма прожорливая девушка большую часть времени занимается тем, что просит добавки. За едой Армен рассказывает план, который предстоит выполнить разведывательному корпусу. Солдаты планируют проникнуть в район Манзен, где образовалась пробоина, и взорвать внутри нее взрывчатку, чтобы обвалившаяся часть стены закрыла дыру. Преграда, согласно соображениям командования, должна уменьшиться, но все еще будет в два раза выше роста обычного титана. Мы взорвем стену над дырой, чтобы обломками закрыть ее. Чудищ, пробравшихся внутрь периметра, после этого нужно будет перебить. Саша, едва дослушав задачу, съедает импровизированный макет из пищи. А Армен грустно отмечает, что все предыдущие аналогичные миссии провалились. Титаны сразу атаковали разведчиков и уничтожали их. Он также сообщает, что запасы провиантов в поселении подходят к концу, и это последний шанс человечества. Саша, выслушав все, просит еще добавки. Когда ей отказывают и она пытается что-то возразить, в разговор вступает один из разведчиков, Жан. Он говорит, что всех присутствующих просто продали родители, чтобы не кормить, а весь корпус состоит из людей, не способных найти себе нормальную работу. Выкрикивая оскорбление, он вызывает испуг у одной из девушек. Армен говорит, что грубиян так себя ведет, потому что сам боится. За это возмутитель спокойствия набрасывается на него и пытается доказать, что он не боится. В этот момент появляется Эрон. Он задает Смутьяну вопрос, есть ли у чудищ соски. Есть у них соски. Ты много болтаешь, хотя ни одного не видел. Жан тут же ослабляет захват и впадает в смятение. Эрон называет его хвостуном и бездельником, но в перепалку вмешивается Ханджи. Она говорит, что не знает, как титаны размножаются, и сокрушается, что так и не смогла исследовать ни одного из них. Также она объявляет сбор через 10 минут. Напоследок противник Эрона бросает ему едкий подкол насчет того, что парень бросил Микасу в беде. В этот момент главный герой бросается в драку, но его ловит и уносит здоровяк, который прославился своей недюжинной силой. Его зовут Санаги, и его основное оружие – топор. Позже все солдаты садятся в большие машины и едут в опасный район. Внутри кузова солдаты переговариваются. Санаги оказывается родом с фермы. Он говорит, что все разведчики сейчас фактически едут домой, потому что большинство выросли в разрушенной части крепости. Первая их цель похода – перевалочный пункт Аматемачи. Под покровом ночи разведчикам нужно проникнуть туда, не вызывая пробуждения титанов. Командир миссии отмечает, что у чудищ хороший слух на людей. Они могут услышать человека за многие километры и сбежаться на шум. Поэтому вести себя надо очень тихо. Машины покидают ворота внутренней стены, и экспедиция начинается. По дороге Санаги рассказывает Эрену про некую богиню-убийцу титанов, которая ждет их вместе с Шикишимой в Аматемаче. Про нее известно лишь то, что она убила десятки чудищ за последнее время. Вдруг Картеш наезжает на странное препятствие. Главный командует общую остановку и говорит, что нужно проверить окружающую обстановку. Да ладно. Что там? Скот. Коровой. Прогуливаясь с фонарями в окрестностях машин, разведчики не находят ничего интересного, кроме оставленного скота и картошки, которую в сыром виде начинает грызть Саша. Однако в один момент девушка по имени Ханна слышит голос ребенка и утверждает, что того оставили родители. Она устремляется на помощь, а за ней следует и Эрен. Ребята уходят далеко от места стоянки и находят нечто пугающее и, мягко говоря, неожиданное. Находкой оказывается ужасающий младенец Титан, что вдвойне странно после недавних откровений Ханджи про отсутствие у тварей половых признаков. В один момент ребенок начинает громко орать и привлекает своих сородичей. Все разведчики собираются вместе и готовятся к обороне. Генерал Кубал и его подчиненные из охраны в этот момент бросают разведывательный корпус, грузятся на БТР и уезжают. Ханджи следует с командованием в машине и приказывает подчиненным бежать. Никто из них почему-то не знает, как пользоваться УПМ и даже не пытается это делать. Кто-то из бегущего разведкорпуса даже спрашивает, где у чудищ слабое место. Другими словами, солдат будто вообще не готовили к настоящим действиям. Один из титанов нагоняет Армина и пытается полакомиться им, но на помощь парню приходит здоровяк Санаги. Ловким движением он перекидывает огромную тварь через себя. Пока новобранцы в панике бегут, в соседнем здании красуется тот самый воин Шикишима. Для тех, кто смотрел аниме, очевидно, что это оммаж персонажу Леви оттуда. Когда к нему подходит напарница и набрасывает на плечи накидку, пара наконец решает выдвинуться на улицу, чтобы помочь неумелым разведчикам. Отряд спешно ретируется к Аматемачи, но на пути у них встает огромный титан. В этот момент Эрон вспоминает про обучение на базе от Ханджи, где она рассказывала про слабое место чудищ на шее, прямо под головой. Если разрезать его, титан не может регенерировать и умирает. Также он вспоминает и общие правила управления УПМ, из которого нужно выпускать острые крюки кошки, чтобы цепляться ими за стены. Пока Эрон поднимает в голове полезную информацию, на поле боя появляются Шикишима и его напарница. В ней главный герой узнает Микасу, но она не подает виду, что знает его. Парочка бывалых разведчиков резво вырезает всех собравшихся монстров, и выжившие входят в Аматемачи. Их миссия — забрать взрывчатку, погрузить на БТР и продолжить путь к дыре в стене. Начинается привал. Взрывчатку солдаты находят в секретном люке под базой и грузят в машины. В это время Жан, бузатер, который докапывался до Армина еще в городском лагере, начинает обвинять Эрена в том, что это он виноват в нападении титанов на отряд. Он развязывает драку и проигрывает в ней. Получай! Тут на шум приходит Микаса с Шокешимой и прекращают схватку. Шокешима уходит, а Эрн следует за ним. Разведчик дает парню совет в колкой форме — научиться летать на УПМ, чтобы не быть, цитата, скотом. Параллельно с этим Армен рассказывает Саше о том, как он начал изготавливать игрушки на батарейках. Потом он делится с ней, что мальчик, которому обещал починить пищалку, погиб. На звук его рассказа приходит генерал и напоминает про то, что, по его мнению, прогресс не приводит ни к чему хорошему. После этого Эрн приходит к Микасе, пока та играет на пианино. В ходе короткого разговора он узнает, что младенец, которого защищала его возлюбленная, погиб, а саму ее покусал, но не добил Титан. В этот момент в кадре появляется Шикишима и обнимает Микасу. Эрн не может выдержать увиденного и выбегает наружу, чтобы прокричаться. Его затыкает подруга по разведывательному отряду, чтобы парень не привлек ближайших чудищ. Вместе они спускаются обратно в подвал и смотрят на семейную пару. Девушка просит Эрона стать папой ее малыша, оставшегося в городе, и проявляет к нему знаки внимания. Однако следующим, кто проявляет внимание уже к солдатам на привале, становится огромный Титан. Он хватает собеседницу Эрона и тут же сжирает. Схожая участь постигает и мужа из семейной пары, но его в итоге заваливает камнями. Титаны наступают, начинается паника, члены разведывательного корпуса в первый раз пытаются воспользоваться своими УПМ. Санаги рубит одному из Титанов ноги своим топором. Воспользовавшись паникой, машину со взрывчаткой пытается угнать террорист в капюшоне, которого нам показывали в самом начале фильма. На него Армин натолкнулся в городе. Важно отметить, что это последняя взрывчатка, оставшаяся у людей. Однако свой план злодею не дает завершить дама, потерявшая мужа. Она запрыгивает в кузов, случайно поджигая фонарем ящики, и захватывает кабину, выбив оттуда мужчину, обмотанного тканью. Убитая горем, девушка направляет объятый пламенем грузовик в первого попавшегося Титана. Взрыв сносит с ног нескольких монстров. Глядя на все это, Эрон тоже вступает в бой с переменным успехом. Испуганный Жан наблюдает за полетом своего товарища по корпусу. В конце Эрона все же постигает неудача. Титан в полете откусывает парню ногу и отбрасывает далеко за поле боя. Без сознания он лежит на бетоне и пытается прийти в себя. Шикишима, смотря на поверженного Эрона, бросает лишь циничное «бывает» и продолжает бой. Жан попадает в ловушку, окруженной титанами на крыше. Чтобы спасти его, разведчики начинают отвлекать гигантов. Саша стреляет им по глазам из лука, а Санаги рубит их ноги. Жан спрыгивает с крыши, убивает одно из чудищ и бежит искать Эрона. В этот момент Армина хватает титан и засовывает себе в рот. Выстрелы Саши не помогают, а Жан не может пробить его толстую кожу на спине. В последний миг Эрон выбрасывает Армина наружу, но сам становится жертвой прожорливой глотки и лишается руки. Главный герой попадает в желудок твари, где начинает медленно растворяться. Снаружи продолжается бой. Чудища загнали разведчиков в западню, а генерал и охрана на транспорте эвакуировались. Армин передает Микасе руку Эрона и сообщает, что их друг погиб. Девушка решает мстить и бросается резать титанов. После нескольких удачных атак ее сбивают. Пока Микаса лежит на земле, к ней подходит тучный монстр, сожравший Эрона. У гиганта явные признаки несварения. Неожиданно чудовище взрывается, и из него появляется горящий красным светом титан. Он начинает атаковать тварей, и разведчики думают, что это их новый союзник. Однако, истребив часть монстров, а остальных прогнав в страхе, титан бросается на них. Когда чудище хватает Микасу, его покидают силы. Титан падает на живот и начинает испаряться. Соуда командует разрезать шею упавшего монстра. Из него появляется здоровый и невредимый Эрон, но с красными глазами и в странной оболочке. Многие считают, что хоть фильм и носит название именитой серии, его скорее справедливо будет назвать фанфиком по мотивам оригинальных историй и лора. В картине с точки зрения первоисточников с ног на голову встало очень многое. От времени, в котором все происходит, до имен персонажей и характеров героев. Начиная хотя бы с того, что Микаса изначально была приемной сестрой Эрона, а не его девушкой. А действия в оригинале происходят в мире, больше напоминающем начало 19 века, с его лошадьми, оружием, бытом и антуражем. УПР на сжатом воздухе для стремительного маневрирования долгое время были чуть ли не вершиной инженерной мысли, мира, описанного в манге и аниме. Название фильма, как всегда, ищи в описании к ролику. А пока ответь в комментариях. Если ты знаком с оригинальными аниме и мангой, то какие различия тебе показались самыми неуместными, а что в фильме понравилось больше? И не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы классные сюжеты выходили чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова